Последние месяцы вынудили медицинских работников мобилизовать все ресурсы и переключиться на новую проблему – борьбу с коронавирусом. Сейчас учреждения здравоохранения возвращаются к прежним задачам. Наступает светлая полоса. Гомельский областной кожно-венерологический диспансер – одна из первых больниц региона, которую перепрофилировали на работу с коронавирусными пациентами. Теперь также в числе первых она вернулась к основной деятельности. Учреждения дезинфицировали, сейчас здесь осуществляют прием согласно специализации. Сотрудники диспансера признаются – испытание коронавирусом суровый, но полезный опыт. Хотелось бы, чтобы он не повторялся в будущем, но тем не менее это единый механизм, который работал, ну как биение сердца, все в одном ключе. Среди тех, кто выстоял в схватке с коронавирусом – гомельские онкологи. Областной онкологический диспансер перешел на работу в плановом порядке. 31 марта учреждение перепрофилировали на борьбу с COVID-19. Сначала диспансер работал с контактами первого уровня, а затем начал прием пациентов с положительным тестом на инфекцию. 7 июля учреждение вернулось к работе с профильными пациентами. С 13 июля в корпусе по улице Циолковского начнутся первые операции. Руководство диспансера с гордостью отмечает успешную работу медперсонала на протяжении последних месяцев. Практически никто из медперсонала этого учреждения не заболел. Это говорит о том, что соблюдался правильно санитарно-пессимологический режим. Ряд больниц все еще на передовой. Тем не менее, по словам специалистов, ситуация последних недель вызывает даже неосторожный, а уверенный оптимизм. В Гомельской областной клинической больнице пациентами с коронавирусом занимаются только два отделения – терапевтическое и реанимационное. Городская клиническая больница номер 3 не первый день констатирует позитивную тенденцию. Количество заболевших за сутки все меньше. Сотрудники областной инфекционной больницы также отмечают существенный спад заболеваемости. У нас есть свободные места в достаточном количестве. И на протяжении последних недель мы действительно отмечаем спад заболеваемости. Кстати, регламент лечения пациентов с COVID-19 для всех учреждений одинаковый. Курс антибактериальной терапии длится от 7 до 10 дней. Затем контролируются лабораторные и рентгенологические исследования. При наличии отрицательной динамики, либо если динамики нет вообще, пациенты продолжают лечение больше 10 дней в учреждении. И даже по рекомендации Министерства здравоохранения КТ-контроль при выписке не обязателен, потому что изменения, которые наступают в легких, они сохраняются достаточно долго. Несмотря на очевидное улучшение эпидситуации, медики не расслабляются. При всех оптимистичных прогнозах специалисты должны быть готовы к любому сценарию, в том числе ко второй волне заболеваемости. И все-таки медработники верят в лучшее. Все надеются, что первая битва с COVID-19 станет последней. Николай Скинтиян, Сергей Негиревич, Игорь Морещенко. Новости недели.